Чело кандидатам показали почти образцовый приют для животных. Он называется Сирин и расположен в Кировском районе Ленинградской области. На площади в 6 гектаров сейчас активно возводят новые вольеры. Миссия здесь особенная – вылечить и вернуть обратно в природу травмированных зверей и птиц, сбитых машинами, найденных в лесу или городе, раненых недобросовестными охотниками. Сейчас количество обитателей Сирина сведено к минимуму. Всех здоровых постояльцев уже отправили в угодья. В вольерах только те, кто в ближайшую зиму без помощи человека не выживет. Как этот птенец неясыти, у него повреждены перья. Весной, соответственно, они, скорее всего, пойдут в линьку, и мы после этого их выпустим. Что должно быть, опять-таки, у здоровой птицы, тихо-тихо, нормальные. Во-первых, да, полностью должно быть перо, чистое, целое. Вот мы здесь покажем, да? Вот. Не ломанное. По действующим правилам общественные инспекторы зоозащиты могут проверять именно такие приюты. Им дано право вести на месте видео и фотосъемку для фиксации возможных нарушений. Никакие запреты в данном случае не действуют. Например, если животные содержатся в неподходящих условиях, истощены или больны. Потом эта информация поступает в государственные контролирующие органы. Именно так, как своих добровольных помощников и даже агентов зоозащитников воспринимают в Госприроднадзоре. Поверьте, на вас теперь накладывается очень серьезная ответственность, которая сопряжена с выполнением рядом таких все-таки обязанностей. Вы должны каждый раз, приходя куда-то, либо что-то видя, вы должны уважительно даже относиться к тем людям, которые все-таки либо допустили нарушение, либо по незнанию допустили нарушение. Ну а самое главное фиксировать и не скрывать, не покрывать это. Теоретически, чтобы получить заветные корочки инспектора, соискатель не обязан владеть какими-то особыми знаниями или умениями. Закон позволяет ему подать заявление, приложить две фотографии и, пожалуйста, у зоозащитника появляется официальный статус. Именно эта простота и заставляет владельцев приютов относиться к нововведению с опаской. Законодатель в обозримом будущем планирует расширить полномочия зоозащитников. Возможно, что они будут проверять не только приюты, но и зоопарки или ветлечебницы. А там и до простых владельцев собак и кошек очередь дойдет. И многое зависит от того, кто именно становится инспектором. Нужно, чтобы соискатели сдавали специальный экзамен, считают в региональном штабе ОНФ. К сожалению, люди разные, хоть и многие активисты горят желанием выполнять такую добрую, хорошую функцию. Но все равно мы должны не забывать о том, что могут быть какие-то ошибки. Впрочем, в первой партии общественных инспекторов люди проверенные. Так считают в региональном управлении Росприроднадзора. Соискатели сами хотят открыть похожее заведение для лечения собак и кошек в Дачной Вырице. Не секрет, что дачники зачастую оставляют животных по ставку, уезжают или прикармливают, они приходят из других мест. И зимой, весной, осенью это все остается там. Очень много животных гибнет. И в самой Вырице ситуация с брошенными, безнадзорными животными на самом деле не очень хорошая. Поэтому мы решили создать приют, даже не приют, а центр спасения и реабилитации. На северо-западе России корочки инспектора пока получило всего 12 человек. Но это только начало считают в Росприроднадзоре. Через несколько лет, по прогнозам специалистов, зоозащитники появятся в каждом крупном населенном пункте региона. Леонид Апанасов, Юрий Мороз, Ольга Потапенко. Вести. Ленинградская область. Ленинградская область.